Госдума РФ ратифицировала соглашение с ЛДНР. Госдума проголосовала за ратификацию так называемых договоров о дружбе между Россией и ЛНР, ДНР. Ее депутаты поддержали единогласно. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на трансляцию заседания. Соответствующие документы набрали максимально поддержку, по 400 голосов, как о договоре с ЛНР, так и с ДНР. Таким образом, эти соглашения рассчитаны 10 лет. Что это значит? В частности, речь идет о совместном противодействии актам агрессии со стороны других государств. То есть, это создаст основу пребывания на территории оккупированного Донбасса российских военных формирований. Стороны также договариваются о том, что совместно будут принимать меры для противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств, а также оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную. То есть, этот документ создает правовую основу для пребывания на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей военных формирований, присутствие которых якобы будет направлено для поддержания мира. Признание Путиным ЛДНР. Напомним, президент РФ Владимир Путин вчера официально признал ЛДНР. С такой просьбой к нему обратилась Государственная Дума России. После признания так называемых ЛНР и ДНР, подписал с главарями этих незаконных формирований договор о дружбе и распорядился вести войска РФ на оккупированные территории Донбасса. Реакция мира. Мировые лидеры отреагировали на это осуждением действий России и планируют вводить санкции. Также состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, что говорит Украина. Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Он призвал граждан оставаться спокойными и уверенными, а также инициировал встречу нормандской четверки.